Китай и Индия всегда будут иметь значение, но всё же самым главным двигателем цен в будущем станет осознание того, какое влияние могут оказать отрицательные процентные ставки на золото. Алистер Маклауд, Gold Money. После того, как Федеральный резерв США решил оставить свои процентные ставки неизменными, стоимость золота повысилась. Алистер, расскажите о повышении цен и будет ли оно краткосрочным? Я думаю, что этот восходящий тренд может продлиться. Та коррекция, которую мы увидели с начала июня, и которая продолжалась до начала этого месяца, уже завершилась. Я считаю, что покупатели ожидали, когда пройдут заявления по поводу процентных ставок Федрезерва и Банка Японии. Когда эти события остались позади, восходящий тренд для золота восстановился, и у цен на этот металл ещё есть потенциал для роста. Какое значение имеют низкие процентные ставки для инвесторов, которые выбрали золото? На самом деле это очень важно. Отрицательные процентные ставки, которые были внедрены для повышения уровня инфляции, играют очень важную роль для показателя спроса на золото. Пока что я не думаю, что инвесторы приспособились к этому простому факту. Западные инвесторы начали покупать при первом повышении цен, которое произошло на волне беспокойств по поводу будущей монетарной политики. А вот в следующем году, я думаю, уровень инфляции начнёт расти, причём он будет расти быстрее, чем процентные ставки. А это означает, что реальные процентные ставки станут ещё более отрицательными. Соответственно, всё больше инвесторов будет хеджировать свои риски с помощью золота и серебра. Поговорим о заседании Федерального резерва в декабре, в рамках которого должно пройти очередное повышение ставок согласно ожиданиям. Как вы прогнозируете движение цен на золото в преддверии этого события? Во-первых, хочу отметить, что, по моему мнению, Центральному банку США стоило уже давно повысить ставки, так как они уже достигли целевых уровней безработицы и инфляции. Также я считаю, что в следующем году розничные цены значительно повысятся, и показатель инфляции превысит порог 2%, который установил Федрезерв. Очевидно, что Центробанк намеренно затягивает этот процесс. Сейчас представители банка заявляют, что они рассчитывают на рост реального уровня ВВП в размере 2% в течение нескольких следующих лет. Это существенное понижение прогнозируемого показателя роста. Соответственно, если они повысят ставки в декабре, я думаю, этого будет недостаточно для снижения уровня инфляции в 2017 году до целевого уровня в 2%. При этом я не исключаю увеличение объёмов монетарного стимулирования. И я думаю, это окажет положительное влияние на золото в течение нескольких следующих месяцев. Потому цены на этот металл будут расти. Кроме Федрезерва, другой важный двигатель цен на золото – это спрос со стороны Китая и Индии. Как правило, празднование лунного Нового года в Китае в январе влияет на стоимость золота. Учитывая всё это, можно ли сказать, что вскоре мы увидим начало бычьего тренда на рынке золота? Да, совершенно верно. Китай и Индия всегда будут иметь значение. Но всё же самым главным двигателем цен в будущем станет осознание того, какое влияние могут оказать отрицательные процентные ставки на золото. Я считаю, что в будущем спрос на физическое золото значительно увеличится в Европе и Северной Америке. Кроме того, политические и системные проблемы еврозоны могут способствовать повышению цен на золото. В частности, цены начнут расти, если курс пары евро-доллар опустится ниже единицы. Я также считаю, что японские инвесторы, которые пока что оставались в стороне, начнут активно покупать этот ресурс в следующем году. Также центробанки могут увеличить объёмы закупок золота, учитывая ухудшение монетарной среды. До тех пор, пока мы не увидим возврата к положительным процентным ставкам, а мы все понимаем, что это маловероятно, восходящий тренд для золота будет развиваться. Алистер, спасибо за ваши комментарии. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас ещё множество интересных программ. Всего доброго.